Друзья, всем привет! Ну вот вы дождались и мы доросли до того, что у нас появился новый формат и теперь у нас есть приглашенные гости. Я рад вам представить Лену Тамбиева. Я занимаюсь архитектурой и дизайном интерьеров. Уже 13 год мы работаем в своей студии архитектурным бюро Берлога. Мы делаем и проекты архитектурные загородных домов. Также мы делаем интерьеры частные, интерьеры общественные. Когда-то мы делали даже интерьеры детских садов, сейчас мы делаем интерьеры общественных бань и домов, квартиры, таунхаусов. То есть у нас опыт довольно большой, проекты всегда разнообразные и довольно яркие. А сегодня мы приготовили очень интересный формат и мне кажется, что он должен понравиться и вам. Вообще нашим заказчикам и нашим зрителям всегда очень интересно понимать, дорогие ткани, недорогие, как их отличать. И существует такой миф, зачем покупать дорогие вещи, когда можно всегда заменить недорогие вещи и вообще как определить. И можно ли определить с виду, дорогую вещь от недорогой. И мы тут подобрали ряд тканей, при том, что я действительно сам не знаю, что это за ткань. Подбирали без меня, чтобы все было справедливо. И мы сейчас с тобой определим, вот ты скажешь, например, насколько тебе эта ткань нравится, не нравится, где бы ты использовал эту ткань, вообще выбрал бы ты ее в дорогой проект, либо это точно ткань дешевая. И в общем, в принципе, несколько слов о твоем применении, как бы ты эту ткань применила. Лен, скажи, пожалуйста, когда ты используешь дорогие ткани, что это тебе дает в интерьере? Чувствуешь, что это какое-то преимущество или там может быть проще донести клиенту, либо, ну не знаю, там удорожать интерьер. Что-то происходит, когда ты выбираешь дорогие ткани? Либо ничего не происходит, это спокойная внешняя дешевая альтернатива. Ничего не происходит, конечно. Во-первых, у дорогих тканей есть больше выбора, больше выбор технологий. То есть это может быть не просто там однотонники, это может быть какая-то интересная печать или какая-то интересная вышивка. Это как раз те самые технологии, которые позволяют делать, за счет чего эта ткань становится дорогой. И, соответственно, она уникальна, она очень оригинальна. И как раз такие вещи и делают интерьер особенным. Особенный в смысле цвета, в смысле фактуры, в смысле каких-то акцентов. Поэтому, конечно, если бюджет нам позволяет использовать что-то дорогое и особенное, уникальное и оригинальное, почему нет? Ладно. Давай вот на этом как раз прервемся и приступим, посмотрим те ткани, которые подготовили наша команда. Я ничего не знаю. Да, честно, я узнаю некоторые ткани, но некоторые ткани мне действительно сложно будет распознать. В целом, конечно, в первую очередь интересно твое мнение. Давай, выбирай любую ткань, смотри. Что скажешь? Я могу просто по порядку идти и говорить, что я об этом думаю и куда бы я применила. Мне кажется, что это хлопок, это принт. И мне кажется, это такой неплохой вариант для того, чтобы использовать в текстиле, детское в скандинавском стиле, какие-нибудь подушечки, шторки. И вполне вероятно, что если у этой коллекции есть еще какие-то варианты, возможно, там где-то птички, где-то облачка, где-то домики. То есть можно при помощи такого текстиля, даже самый нейтральный интерьер детская, предположим, она у вас выкрашена в какой-то светло-серый, белый или там, не знаю, бледно-желтый цвет, сделать очень уютную, такую натуральную скандинавскую историю. Но мне кажется, это какой-то европейский производитель. Да, супер. Ну, в целом, я эту ткань, конечно, узнаю. Вот, мне здесь попроще немножко. Я не буду кривить душой и говорить, о, какая ткань. Да, это, кстати, английская ткань из Холдинга Сандерсона, это сайм, сам этот, то есть, да, принт, прикольно. В общем, это достаточно четко. Вот, ну давай дальше, мне интересно. Дальше, ну вот это очень на любителя история. Я бы ни в какой проект ее не выбрала, потому что это, наверное, нерелевантно моему вообще видению текстиля. Возможно, кто-то из дизайнеров тебе скажет, да, я вижу тут шторы, диваны, все вот такое, лохматые волосаты. Но это просто не в моем, не в моем, в общем-то, стиле, ничего не могу сказать. По ощущениям... Ну, то есть, ты бы даже ее себе не выбирала, да? Я бы ее не выбирала, но по ощущению это что-то натуральное, да? Нет? Здесь мне уж сложнее. Тоже надо потрогать. На ощупь, мне кажется, какой-то... Ну да, основа, скорее всего. Какой-то хлопок или вискоза, такое что-то... Ну, нитка... Вообще она приятная, нитки эти не знаю. Нитка, мне кажется, вискозная, а вот основа натуральная, типа хлоп сольном. Ну, как-то пушиться и лезть, я не знаю, как за ней ухаживать, я тоже не сильно понимаю. Скажу тебе, про эту ткань я тоже немножко знаю. Вот, у нас такую ткань заказывали не один раз. И первый раз, когда заказывали, она только-только вышла в коллекции. Это было года два, наверное, назад. Ее заказывали в шоу-рум. То есть, шоу-рум, там, какая-то модная одежда. И они вот себе прям, причем в этом же цвете, вот и делали. Смотрелось прикольно. Ну, кстати, да, она... А делали шторы? Шторы. Шторы в шоу-руме, да. Они чем хороши? Тем, что они все-таки светлые, да, они не привлекают много внимания. Но оригинальные, да. В целом, да, из-за того, что какая-то вот такая присутствует вот эта вот лохматушка, как ты говоришь, вот, она добавляет какого-то изыска. Насчет частного интерьера я бы там тоже подумал. Я помню, что это за производитель, тоже могу сказать. Это Nabilis, это французская ткань. Безусловно, она, ну, фабрика сама по себе тоже не очень дешевая. И ткань не очень дешевая. Да, здесь вот эта основа, это вискозная нитка, вот эта сверху. Она вот мягкая, это 100% вискозная нитка. А то, что лен с хлопком, это основа, это точно. Потому что здесь, ну, чувствуется по жесткости такой прям лен. И вот это, в общем, окей. Так, ну вот это. Вот это тоже интересный вариант. Это, скорее всего, какая-то обивочная ткань. Я думаю, что для каких-нибудь, может быть, декоративных подушек, для обивки кресел, может быть, диванов. Это вообще такая довольно трендовая история. Именно, кстати, к мягкой мебели относящейся, чтобы была какая-то буклея или какие-то вот такие ворсистые вещи. Ну, тоже, скажем так, на любителя. Я не знаю, что это за ткань, если честно. Так, а что по цене скажешь? Ну, мне кажется, это что-то довольно дорогое. Довольно дорогое и европейское, мне кажется. Ну, да. Потому что это надо прям... Стопудово, да, это европейское. Мне ткань нравится, я такие ткани люблю. Именно декоративная какая-то история, и она может смотреться таким интересным акцентом. Это будет такой какой-то необычный предмет в дорогом интерьере. Почему нет? Можно еще юбку сшить. Да, кстати, такой вариант. Ну, в общем, ты оцениваешь эту ткань? Дорогая европейская? Дорогая европейская, но прям не для всех. Это тоже мебелиз, танцы. Стоимость от 200 до 500 евро. Здесь вот сложно проверять твою интуицию. Здесь сложно проверять, потому что это принт Вильям Моррис, но по ощущениям это не она. Да? Что тебя смущает? Меня смущает... Она на ощупь меня смущает качество принта. Вообще. Что-то мне кажется, что это не настоящий Моррис. Ну, вообще, я его очень люблю. И в обоих, и в текстиле. И он делает просто какие-то сказочные интерьеры с ним получаются. А здесь тебе не нравится качество печати, да? И качество печати, и качество самой ткани. Ты же не настоящий, да? Ну, я тебе так скажу. Это лен. Это 100% не какой-то дешевый хлопок. И это настоящий. Настоящий? Да, причем, знаешь, такая коллекция была в Зофане. Это даже, может быть, Зофане, а может быть и Моррис. Но то, что это прям лен и качественный, 100%. Ну, значит, я люблю Моррис, когда он на хлопке. Видимо, у меня. И когда он на бархате, мне очень нравится. Значит, на лене я не люблю. На лене. Ну, окей. Я говорю, что это лен, что это оригинал, не реплика, скорее всего. И все. Здесь будет посложнее, да? Это что? Что-то о-о-о-о. Можно следующую? А вот это самое сложное. На самом деле, когда что-то какие-то знаковые вещи берешь в руки, то, понятно, это все легко читается. А вот здесь сложно сказать. И вот, наверное, сложно будет и тебе, сложно будет и мне. Мне кажется, это полиэстер какой-то. То есть я не чувствую, что здесь что-то есть натуральное. Можем поджечь? Проверить. Ты знаешь, как говорят полиэстер, которые говорят натуральное? Натуральное пахнет чем-то натуральным. Полиэстер пластмассой будет пахнуть. Так. Вот. Ну, такие вещи используются, понятно, вместо тюля. Какая-то такая сетка. Может быть, кто-то использует вместо, в принципе, штор. Так. Ну, а как считаешь по цене? Это же дорогое или недорогое? Нет, это недорогое. Это не рогово, мне кажется. Ну, Китай, не Китай. Турция, не Турция. Вот я сразу тебе сказал с оговоркой, что такие вещи... Садовод. Садовод. Ты с оговоркой. Ну, на садоводе, наверное, что-то можно найти похожее. Я там не был. Мне тоже, но говорят. Да. Ты знаешь, да, может быть, имеет смысл. Мы тут с тобой не тем занимаемся, но на садоводе все есть. В общем, я к чему? Что однотонные вещи, конечно, сложно отличить. Согласна. И я даже тебе больше скажу такую историю, что я видел одну ткань в одном достаточно именитом бренде. И когда я открывал, ну, знаешь, да, то есть бренды составляют такими ассетами, когда у тебя есть какие-то активные, да, там вещи, которые знаковые и дополняют однотонниками. Так вот, однотонная ткань была четко, которую я уже встречал у другого производителя. И потом, когда оказалось, что действительно, ну, тот производитель, кто выпускает однотонную ткань, он без особого имени был и, в принципе, мог продавать всем. И этот именитый бренд взял себе в коллекцию и включил это в коллекцию. Так вот, цена была почти в три раза дороже. Да, так можно. Да, поэтому бывает так, что действительно мы переплачиваем. Ну, просто за имя, но так во всем бывает. Я абсолютно согласен. Поэтому вот однотонники, вот знаковые вещи там или какие-то сложные вещи, да, их сразу видно. Вот здесь, ты знаешь, я с тобой не соглашусь, что это какой-то прям совсем, ну, то, что это полиэстер, скорее всего, да, то есть это синтетическое волокно. То, что здесь есть люрекс, я тоже согласен, но надо сказать, что такие ткани редко бывают натуральными. Ну, вот из опыта тебе скажу. И в принципе, это нормально. Это круто, например, что такую ткань можно за ней легко ухаживать, потому что ты, скорее всего, сделаешь без подкладки, ее легко можно как-то за любым тюдом там постирать. Вот. И в этом есть плюс. Сетка такая, мне нравится, к сожалению, я огорчу тебя. Ну, к сожалению, все мы разные. Да, ты так просто сказал, что ты мне видишь. Но я люблю такие вещи, они очень круто смотрятся самостоятельно. И меня даже люрек здесь не пугает. Выглядит достаточно прикольно. Ткань не дешевая, скорее всего. Ну, так скажем, в средней ценовой категории. Это, наверное, что-то не очень дорогое. Но и не Турция какая-нибудь прям сделана достаточно качественно. Ну, это мое заключение. Правильный ответ? ДЛА, бельгия в районе 7 тысяч. Бельгия. Ну, средняя, да, по качеству такое. Ну, пытаетесь как-то экономить на материалах вообще? И вот, ну, когда задача стоит, на чем экономите? Это всегда зависит, во-первых, от запроса. Да, действительно, иногда в квартиру для сдачи нет смысла закладывать какие-то дорогие материалы, потому что есть некий бюджет, на который нужно сделать какую-то красоту. И на самом деле для нас, как архитекторов и дизайнеров интерьеров, это довольно интересная задача. Не всегда, не всегда нужно закладывать какие-то или думать, что красивый интерьер – это всегда дорого. Потому что мы работаем за счет сочетания фактур, за счет сочетания цвета. И иногда можно сделать довольно бюджетный, интересный вариант, не потратив на это много денег. Мне кажется, это такой ключевой момент, который хотят знать все. Как не потратить много денег и сделать красивый ремонт. Поехали. Хлопок. Так. Ты так лихо определяешь состав, взяла в руки. Да хлопок стопроцентный. Ну, может быть, там что-нибудь еще есть? Нет, ну, может быть, не сто. Не знаю. Ну, то есть, видишь, он такой упругий. Хотя, смотри, как помялся. С сольном. Сто процентов тоже не чисто хлопок. Хлопок тоже из какой-нибудь, наверное, какая-то скандинавская коллекция, мне кажется. Не знаю, какая. Ну, по ощущениям для скандинавского интерьерчика. Или какого-нибудь загородного дома. Такой вот прям уют-уют. Вот. Мне вот под цвет подходит сегодня. Это все, что я могу сказать. Дорогая или нет? Ну, мне кажется, европеец точно. Средняя какая-то категория. Угу. Да? Слушай, ну, мое мнение плюс-минус похоже. Да, по составу это похоже такая смесовая история. Или он с хлопком. Принт. Ну, насчет европейский. Да, наверное. Знаешь, мне как легко отличить... Ну, не то, что легко, но, в принципе, такие лайхаки. То есть, у азиатских принтов, как правило, более такие открытые цвета. У Европы они бывают и яркие. То есть, как вы потом смотрели, да? Ну, какие-то более деликатные, что ли. Здесь вот... Ну, да, сложные оттенки какие-то. Здесь я не вижу, да, прям такого вырви глаза или каких-то ярких переходов. Сделано достаточно деликатно, хотя достаточно яркие цвета. Я тоже ставлю на то, что это какой-то европейский производитель, скорее всего. Что это что-то со льном и принтованное. Ну, там категория средняя, да. Ну, может быть, даже чуть ниже средней. Это цемеррона, 185 евро. Неманя. Эх, цветочки. Что тут у нас? Ромашки. Это хлопок. Это хлопок с чем-то. Я думаю, что это, наверное, бивочная, и она, возможно, даже для каких-нибудь уличных историй. Да? Слушай. Да. То есть, это, скорее всего, не знаю, из одной коллекции или нет. Наверное, из одной. Но вот это просто... Хотя он тоже может быть уличный. То есть, он как будто хлопок, но чем-то пропитанный. А вот это точно уличная ткань? Слушай, ну тебе просто 5 баллов, а ты говоришь, плакать пойду. Это что? Стопудово, да. По ощущениям, это прям outdoor ткань. Вот, для чего использовать? Ну, сейчас лето, террасы, веранды. Если вы не хотите при каждом дождике заносить свои подушечки, пуфики, домой прятать их от дождя, то вот отлично использовать вот такие уличные ткани. Она не впитывает воду, вся вода будет с неё сходить, всегда подушки будут сухие. Такого жизнерадостного цвета. Я думаю, что там, наверное, какие-то пальмы. Листья большие. Листья, да, какие-то тропики. Вот, в общем-то, довольно интересно это может смотреться. Тропики под московной дачей. Вот. Почему нет? Почему нет, действительно. А как твои ощущения, производитель? Благородно выглядит, неблагородно? Я думаю, что это европейская какая-то история, довольно дорогая, потому что 1 доллар в хорошие ткани стоит денег каких-то хороших. Что касается конкретно этого принта, ну, такие вещи мне не очень нравятся. Мне кажется, что вот эти... Я не знаю, что это за цветок. Синенький. Вот, синенький цветок. Что-то мне не очень нравится. Мне больше нравятся тропики. И вообще, в целом, мне нравятся принты, когда есть какой-то элемент абстракции. То есть, вот не попытка нарисовать синий цветок, а какая-то, чтобы в них присутствовала графичность, цвет и какой-то элемент абстракции. Угу. Вот. И, в принципе, цвета красивые. Ясно полностью согласен. Во-первых, в принципе, в России не очень любят акварельстиков в таком вот виде, да, ни акварели, ни вот такую, там, не такие цветы. Но при умелом использовании бывает интерьер, где они очень круто смотрятся, конечно. Я согласен, что эта тема у нас не популярная. Я думаю, что это, скорее всего, какой-то английский производитель, ну, похожий на него плюс-минус. Вот. Кстати, как это относится к аудору? Я считаю, что это очень классная замена всем этим однотонным, скучным или каким-нибудь типа эко-кожа. Вот одно время все думали, что это их спасёт. А вот дурные подушки, если их упаковать в эко-кожу или что-то. То есть, это классная история, и надо им пользоваться. И даже мы иногда советуем в общественных интерьерах, если заказчики хотят использовать эко-кожу или что-то, мы советуем лучше использовать аудор в общественном интерьере, потому что её можно протереть. Если на неё кто-то что-то разлил, ничего с ней не произойдёт. Вот. Но выглядит она в изделии, в общей массе, в обивке будет гораздо лучше, чем какой бы ни был там... Эко-кожа, да? Эко-кожа, да. То есть, это прям другая история. Так, ну, пошли однотонники. Самое интересное. Понятия не имею. Дорогая, наверное, какая-нибудь. Или дешёвая. Что скажешь? Вот это, кстати... Ну, вот это, кстати, да, вопрос такой. Когда нужен однотонный текстиль на объект, тут вообще всегда можно найти такого плана. Или там велюры сейчас очень любят. Цены могут быть, там, знаю, от 4 тысяч до 24. И можно их прям выложить рядом и не увидеть особой разницы. Она хорошо держит форму и в то же время хорошо драпируется. А по составу и по цене? По составу? Ну, мне кажется, это вискоза. Может быть, какой-то процент полиэстрии есть. Она не сильно внётся, как мы видим. Натурального здесь, ну, почти нет, наверное. Ну, я могу примерно догадываться. На самом деле, таких тканей много у разных производителей есть. И, ну, прям, очень сложно определить, что это именно за производитель. Ну, в целом, я с тобой абсолютно согласен. Во-первых, что это полиэстер 100%. Но эта ткань очень крутая в том смысле, когда её надо много. И выглядит она действительно в массе очень прикольно. Да, то есть, это трубчик. И за счёт того, что есть разные оттенки. Да, и она достаточно популярна сейчас, такие ткани. И, знаешь, есть популярные такие шерсти, очень похожие, да, по фактуре. И когда нужно, как ты говоришь, сэкономить или, ну, действительно, там, не укладываешься в бюджеты, да и, в принципе, не всегда всем шерсти нужны, то эта ткань очень, мне кажется, хорошо подходит. В общем, это полиэстер, достаточно недорогой. Они, как правило, ещё и трёхметровые. О, чудо! Совсем недорого. И поэтому, ну, смотрится очень классно в изделиях. Здесь минимум блеска. И такой, если блеск, он, когда висит, как чисто не трогает. Довольно элегантно. Да, если его не трогать, то ты не почувствуешь, что это полиэстер. Он выглядит достаточно благородно. Следующий представитель. Букле. Букле уже, не знаю, довольно много лет, как пришло в моду, так и не собирается уходить. В качестве как ткани для обивочной, для мебели. Ну, я не могу представить, как это может выглядеть в портьерах. Наверное, всё-таки это обивочная ткань. Букле, но очень-очень приятная. Тут есть, наверное, вискоза. Может быть, есть сколько-то хлопков, потому что вот это вот ощущение всё-таки гладенькое. Это, наверное, вискоза. Мне нравится такая история. Она очень уютная, даже если это не целиком диван, а несколько подушек на диване. Или даже если это подушка, у которой есть какая-то полосочка, фрагмент декоративный. Тоже в таком материале это может смотреться очень интересно. То есть вот когда хочется сделать интерьер однотонный, но при этом сделать его уютным, нам помогают в этом смысле разные фактуры. То есть мы берём, допустим, такой приём, когда всё одного цвета, но есть букле, есть шёлк, велюр, какой-нибудь меховой или не очень пуф или ковёр. И с такими вещами можно сделать интересные такие решения только за счёт фактуры. Мне кажется, что она довольно инусостойкая, для мебели должна подойти. Я думаю, что это европейский производитель. Я думаю, что выше среднего. Ну, короче, в целом мне ткань очень нравится. Она действительно не дешёвая, это видно. Очень хорошо себя ведёт, очень неравноверная фактура. Я голосую, что это Европа. Европа, скорее всего, не дешёвая. Берём. И они тогда на обивку будут классные. Это Дудар, Виталия, 265 евро. Давай, последний рывок. Мне нравится цвет. Это твой любимый цвет. Ну, не могу сказать, что любимый, но цвет мне нравится. Ну, кстати, у тебя много зелёных, зелёного в интерьере. Ну, да. Это какой-то полиэстер, он даже немножко тянется. Не очень понимаю. Ну, наверное, для каких-то портьер довольно таких лёгких струящихся. Я люблю ткани поплотнее. Хотя это может смотреться интересно за счёт того, что у неё есть вот это какая-то... Ты думаешь, что это лицо? Я думаю, что вот это не лицо. Я думаю, что лицо вот это. Нет? Я думаю, нет. Ну, какая-то дорогая ткань, сложно определить лицо. Мне кажется, что вот это лицо. Давай так, ткань двусторонняя, но лицо вот это, я думаю, всё-таки. Ну, тогда она мне нравится меньше. Это меня и дело. Так, хорошо. Знаешь, кстати, очень часто, когда приезжают с презентациями представители фабрик разных говорят, у нас заказчики, ну, там, да, или это, похвастали, что делали эту ткань там наизнанку. И это нормально, но если тебе нравится изнанка, окей, просто скажи, как тебе нравится. И давай твоё заключение. Дорого, это дёшево. Есть приключение, что это полиэстер, ну, наверное, прям много его, или какая-то, может быть, добавление вискоз. Натурального здесь ничего нет, я так думаю. Наверняка её удобно использовать, если не хочется, там, сдавать в химчистку, наверняка её можно стирать. Нет? То есть она довольно просто... Мы тебя проверяем. Лёгкие? Не меня. Не меня. В мою очередь вы. Кемни, ну, кемни. Вот. В интерьере она может смотреться очень хорошо за счёт вот этой струистости, за счёт этого цвета такого необычного. Ну, у меня всё. Окей. Давай, теперь я скажу. И это точно европейцы? Нет, не точно. Ну, по мне, это очень дешёвая ткань. Это точно стопроцентный полиэстер. Причём она, кроме того, что дешёвая, она ещё морально устаревшая, моё мнение. Потому что ты смотришь и знал, на кого. Возможно. Да, я буду смотреть на изданство. Вот лицо. Если смотреть на лицо, то она ничего. Вообще, у меня сердце какое-то с дешёвой пижамой, если честно. Потому что ты смотришь... Я понял, понял. Давай вот так вот, ни тебе, ни мне. Вообще, ты подержал уже, да, и мне? В общем, ну, вот, наверное, её основной плюс – это практичность, её никогда не помнёшь. И, ну, не знаю, вот, я бы себе такую не сделал. И вообще она... Ну, то есть, наверное, её можно как-то неплохо где-то применить, но я её считаю... Кстати, смотри, как она переливается. Красиво смотрится. Для любителей переливающихся... Мне кажется, что это... А с той стороны она будет лучше. А вот смотри, здесь она так красиво не смотрится, не так красиво не переливается. Так вот, если она такая матовость в ней есть, матовость и цвет такой не... А здесь, смотри, она прям... Ну, в общем, в любом случае... В любом случае мы недовольны. Мне кажется, что она недорогая ткань. Что-то такое дешёвенькое, полиэстровое. И, ну, самое главное, у меня это морально устарела ткань. Эта ткань называется капсатин. Китай. Бренд не обнаружен. Название бренда не стоит. В районе 500 рублей за погонный метр. Ну, вот видишь, как можно хорошее... А мне кажется, цвет просто у неё такой-нибудь был необычный. Я не подумала, что это может быть, ну, что-то совсем дешёвое, потому что он правда какой-то... Ну, цвет классный. Спасибо тебе. Это был классный эксперимент. И самое главное, друзья, действительно, на тактильном уровне, когда выбираешь ткань, то всё-таки... Ну, я считаю, что в большинстве случаев можно определить, дорогая она или дешёвая. Конечно. Дорогую ткань, вот как ты, чёрт побери, не возьми, её всё равно видно. Да, безусловно, есть переплата за определённые бренды, наверное, да, без этого тоже. Но в целом дорогую ткань видно. Но при этом, как мы с тобой заметили, что есть и ткани, которые, в принципе, дорого не стоят, но, как скажем так, выглядят дороже, чем стоят, да? Абсолютно. И это такие, наверное, золотые... золотая середина, которая более массовая. Вот. Ну, и мне показался эксперимент очень классный. Спасибо тебе за участие. Спасибо, что пригласил. Спасибо. 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 Продолжение следует...